Мы занимаемся изготовлением, точнее производством ремесленного хлеба, хлеба на закваске из биозерна, сделанное полностью вручную. На сегодняшний день у нас небольшая пекарня, задействованы три человека, я, второй пекарь и водитель. Мы производим порядка 400-650 единиц за смену. Я непосредственно присутствую на производстве, участвую в выпечке, ну и название «Капранский хлеб», соответственно. То есть сам Капран его и делает. Для меня это стало реализацией себя в первую очередь. То есть я реализовался и нашел свое предназначение. Я понимаю, что я занимаюсь тем, чем должен. Я пек хлеб дома, так рассказывал о нем кому-то. Мой товарищ помог мне сделать сайт. Причем он сделал это бесплатно, просто он, так сказать, руку набивал. И я как-то стал там визитки сделал, стал раздавать. Ну, может быть, где-то это выстрелит. В итоге это выстрелило, мне пришел большой заказ на тот момент. В домашних условиях это было тяжело очень сделать. Вот я его исполнил, привез, мне сказали, мы хотим еще столько же. И я понял, что я не могу. Нужно просто оборудование, чтобы такие объемы выдавать. Вот. И так я начал искать помещение, узнавать про оборудование, про всякие тонкости, нюансы. Я, в принципе, в процессе участвую весь день. То есть полный цикл. Единственное, ну, есть какие-то отступления, да, когда там я ухожу на другую работу, да, там, документы, упаковка. Технологический процесс, я в нем полностью участвую, за всем слежу, вот. Ну, какие-то разные проблемы я уже потом отдаю своему сотруднику, да, в конце, вот. И он уже следит. Но основную работу делаю я. Заказы приходят накануне, перед сменой. Я их все формирую, составляют бланки технологических карт, всего на смену. Все распечатывается, ну, чтобы было удобно работать. Мы просто ввели платную доставку, и, соответственно, любое количество можем себе позволить. Кто-то там заказывает, там, 250, кто-то заказывает 30, кто-то 5 заказывает. Наш производство находится в Московской области. Это и хорошо, и плохо одновременно. То есть хорошо, потому что в Московской области можно найти более низкую арендную ставку. А плохо – это пробки. Это пробки, это логистика, это далеко. Очень много времени уходит на доставку. В черте города можно использовать сейчас много различных сервисов, позволяющих ускорять процесс доставки, использовать пеших курьеров. Здесь такое удовольствие у нас отсутствует. Наш водитель работает в основном в ночное время. Начинается развоз где-то с 12 часов и заканчивается там утром, вот, часов 11-12. Водитель работает на нас, на нашем транспорте. Я просто пожертвовал своим личным автомобилем, вот. Я продал его и купил автомобиль для работы. Но поскольку я очень много времени провожу на работе, да, то есть для меня это является и средством передвижения, да, вот, и, соответственно, и средством зарабатывания денег. Мы печем ржаные, пшеничные, ржанопшеничные, пшенично-ржаные, разные виды хлеба. У нас их не так много, всего 10 позиций. В принципе, этого достаточно, чтобы удовлетворить, как бы, все вкусовые пристрастия клиентов. Есть хлеб с семечками, с сухофруктами, вот, хлеб, там, длительной ферментации, с гречкой, с тмином, вот, ну, разные. Основные, конечно, ходовые – это самые простые – белые, черный хлеб. Часть муки мы делаем сами, закупаем зерно и смалываем муку прямо здесь, на производстве. Это обусловлено и ценой на зерно, тем, что оно ниже. Плюс хранение зерна, вот, его можно взять много, оно долго лежит. Если правильно хранить зерно, то, ну, это как консервация муки, вот, то есть в зерне. Это фермерское зерно, вот, выращенное, там, по беспахотной технологии на дикой земле, либо которое не удобрялось, там, много-много лет, выращено без удобрений. Ну, химических удобрений имеется в виду. Розничных магазинов у нас, ну, порядка, наверное, 10. Касательно крупных магазинов, да, которые представлены, там, по городу, их немного, вот, ну, сколько, 3 у нас, вот. Ну, соответственно, там, один заказчик, да, там, это сразу, там, может быть, 7-8 точек. Их можно расценивать, как каждая отдельная, да, просто один клиент оплачивает сразу 8 точек, да, а одна точка может забирать на себя, там, 30, 50, 70 буханок, вот. А тут 30, тут, и, в общем, вот тебе объем. Ресторан на бизнес, на самом деле, у нас не так много, вот. Мы работаем, там, с тремя, вот, четырьмя, вот так. С ресторанами есть специфика работы. Им нужен хлеб каждый день, свежий, горячий. И по 2 буханки. Стартовые инвестиции составили порядка 700 тысяч, печь 45 тысяч, тестовец 75 тысяч, расстойка 23 тысячи, стол 4, форма 15, первое сырье на 2 месяца около 50 тысяч, весы 6, ящики для доставки хлеба 5, разрешительная документация 30 тысяч оформления юрлица, листовки 5 тысяч, аренда порядка 200 тысяч за 3 месяца. Подключение электросети, увеличение мощности 70 тысяч, вентиляция вытяжка 120 тысяч, холодильник 40, проводка воды и мойки 15 тысяч. Чтобы открыть пекарню, точнее, чтобы продавать хлеб в магазине, ну, где-либо, вот у вас должна быть декларация таможенного союза. Это для всех производителей обязательные условия. Касательно хлеба, что нужно? То есть, соответственно, у вас должно быть юрлицо, у вас должно быть помещение, договоры аренды, у вас должен быть продукт, уже готовый. Вы приносите продукт, его тестируют, делают протокол испытания, на основании этого прописывается ТУ, ну, либо ГОСТ. Вот, на основании ТУ уже выдается декларация. Она выдается на год, на три, либо на шесть лет. Когда вы открываете пекарню, вы приглашаете сюда Роспотребнадзор. Они смотрят, проверяют, говорят, все хорошо, либо все плохо, меняете, переделываете, указывают незачеты, да? Вот, все. Потом они говорят, все окей, давай. И все, ты работаешь. Ежемесячные затраты примерно 400 тысяч. Мука 40 тысяч. Зерно 45. Зарплата 100. По заказам, бывает, нам необходимы дополнительные люди, и эта цифра может меняться. На налоги мы тратим 33 600 рублей. Сухофрукты 20 тысяч. Бензин 25. Арена 55. Хозяйственные принадлежности и средства 8. Упаковка 22 тысячи. Вода артезианская 20-25 тысяч. Сервис автомобиль 10. На рекламу ходит около 10 тысяч. Коммунальные услуги 12-15 тысяч. Средняя выручка в месяц порядка 560 тысяч рублей. Прибыль в районе 160. Сторонние заработки – это обучение хлебным ремеслом и запуск таких же пекарен. Реклама в основном идет в Фейсбуке, в Инстаграме. Таким образом мы привлекаем клиентов. Плюс есть сарафанное радио, безусловно. То есть люди, которые у нас заказывают, либо люди, которые к нам приходят на обучение. И таким образом потихонечку-потихонечку расходится информация. Плюс бывают какие-то рандомные истории, когда люди в Фейсбуке вбивают ремесленные для поручной работы. Бамс, и нам звонят. Вот так мы нашли одного крупного клиента. Они просто говорят, мы нашли его в интернете. Чтобы ты не производил золотые украшения, хлеб, машины, если ты не умеешь это продавать, ты не зарабатываешь. Мне просто очень нравится заниматься непосредственно производством. То есть я готов запускать другие пекарни, печь, обучать. У меня это лучше получается, чем просто ходить и продавать. В идеале, конечно же, нужен хороший продажник. Человек, который прям будет заниматься продажами исключительно и больше ничем. Давайте рассмотрим среднюю себестоимость нашего продукта. Все затраты делятся на количество проданных хлебов. В этом месяце 5 тысяч, в следующем месяце 10 тысяч. Разница ощутима. В одном месяце я заработал хорошо, а в другом месяце не очень хорошо. По этой причине себестоимость продукта все время гуляет. Сырье 22 рубля, зарплата 14 рублей 30 копеек, аренда 8, доставка 3 рубля 60 копеек, светлода 1 рубль 70 копеек, упаковка 3 рубля, налог 4 рубля 80 копеек, реклама 1 рубль 40 копеек. При этом оптовая цена около 100 рублей. В большинстве случаев наш хлеб продается от 150 до 250 рублей. Хлеб – это образ жизни. Если ты этим занимаешься, вся твоя жизнь вращается вокруг хлеба. Ты должен любить это очень. Ты не можешь не месить тесто, не можешь не печь хлеб. Тебе прям есть в этом сильная потребность. Я работаю в день около 15 часов. 15-16 часов у меня может занимать рабочий день. Но я работаю все время. Если я не нахожусь в пекарне, это не значит, что я не работаю. Я работаю на телефоне, я занимаюсь закупкой, занимаюсь поиском новых клиентов, презентацией, какие-то тренинги я провожу. То есть если меня нет в пекарне, это не значит, что я не работаю. То есть это образ жизни. То есть ты этим живешь. Ты все время в деле. Во всем моем, так сказать, деле происходит какое-то божественное проведение. Все произошло не просто так. Когда-то было совсем тяжело на протяжении этого времени. Я неоднократно думал закрывать пекарню, потому что были совсем трудные времена. Особенно первые, наверное, полтора года. Просто, ну, концы с концами сводишь. То есть это очень тяжело. Плюс потому, что ты очень много работаешь и ничего не зарабатываешь. То есть у тебя и дома нет, и денег нет. И ты только успеваешь отдавать долги. Поэтому говорить как бы о планах, ну, просто все может в одной части там измениться. Ну, мечты, соответственно, безусловно, увеличивают объем производства. Мне хочется открыть все-таки пекарню прямой продажи, чтобы она была в черте города, чтобы люди приходили за горячим хлебом, чтобы все знали, что вот там флагманская пекарня капранского хлеба. Чисто на хлебе много денег не заработаешь. Нужно расширять тогда кондитерский цех, что-то еще. Ну, в общем, как-то вот поле значительно шире. Поэтому пока вот такая ниша именно удаленного производства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова